Приветствую всех на моем канале, меня зовут Иваницкая Ирина. И в этом мастер-классе я покажу, как сделать кулон с куколкой Чиби. Для работы вам понадобится полимерная глина фиолетового двух оттенков, розовый, телесный, белый, зеленый, черный-голубой, ванильный цвет. Инструменты. Из глины телесного цвета делаем голову, катаем овал и слегка сплющиваем его. С помощью любой ручки делаем углубление посередине. Стеком-шариками проделаем два углубления для глаз, тоже посередине. Из белой пластики катаем два маленьких шарика и сплющиваем их. Стеком вставляем белые круги в глазницы. Из зеленой глины делаем круги поменьше и вклеиваем их ближе к верхней части глаза. Из черной глины делаем два кружка еще меньшей формы и тоже вклеиваем их ближе к верху на зеленые круги. Раскатываем тонкий жгут черного цвета и нарезаем его на четыре части. Две маленькие полосочки, две большие. Застряем их с одной стороны. Вклеиваем большую полосочку сверху и маленькую снизу под глазом. Из белой глины катаем маленькие белые шарики блики двух размеров и вклеиваем их на зрачки. Для ресниц тоже раскатываем черный жгут и нарезаем его на мелкие части, постоянно заостряя края. Приклеиваем по три реснички на верхнюю часть глаза. Помогаем себе иголкой. Из пластики телесного цвета катаем маленький шарик носик и приклеиваем его между глаз посередине. Делаем губы из маленького шарика розового цвета и иголкой проделываем углубление посередине. Вклеиваем губы на лицо куколки. Из светло-фиолетовой глины формируем тело. Делаем его в виде каплики и сплющиваем с одной стороны. Приклеиваем голову к туловищу. Смешиваем цвета, как показано на фото. Должен получиться темно-фиолетовый цвет. Из полученного цвета формируем ноги. Раскатываем глину в колбаску. Приклеиваем ее к телу. Отмеряя и отрезая нужный нам размер ног. Учитывайте, что будут еще сапожки снизу. Из розовой пластики катаем колбаску. Чуть толще предыдущей и формируем сапожки. Вклеиваем их снизу на ножки. Лишнее отрезаем. Зубочисткой вдавливаем глину посередине. Из пластики светло-фиолетового цвета раскатываем тонкую полоску. И приклеиваем ободок на верхнюю часть сапожек. Лишнее отрезаем. И иголкой придаем текстуру, имитируя мех. На этом этапе я запекаю фигурку 7 минут при 110 градусах, чтобы в дальнейшем ее не помять. Раскатываем тонкие пласты из розовой глины, отмеряя, чтобы полоска была чуть длиннее туловища. Делаем имитацию вязки. Иголкой рисуем горизонтальную нижнюю полоску. Затем переворачиваем пласт и начинаем рисовать вертикальные полоски. Лишнее отрезаем. На каждой полученной полоске рисуем иголкой засечки по диагонали. На каждой полоске в разные стороны, создавая видимость косичек из ниток. На нижней полоске тоже рисуем засечки по диагонали. Разрезаем на две части. Приклеиваем части на тело куклы, слегка по диагонали. Лишнее отрезаем. И сглаживаем все неровности. Из того же цвета катаем колбаску для рук. Отрезаем две ровные части. Формируем капельку из каждой части, слегка заостряя ее с одной стороны и сплющивая. Приклеиваем руки к туловищу. На рукавах тоже рисуем узор иголкой, имитируя вязку. Рисуем вначале вертикальные полоски, затем диагональные засечки в разные направления. Из голубой глины катаем шарик и разрезаем его пополам. Приклеиваем варежки к рукавам. Раскатываем полоску из белой глины и приклеиваем ободок на рукава. Лишнее отрезаем. Иголкой делаем текстуру, тоже имитируя мех. Для шарфа из голубой пластики раскатываем полоску и разрезаем ее на две части. Вклеиваем одну часть под головой, слегка загибая край вниз. Иголкой рисуем полосочки с одного края. Берем вторую часть шарфа и вначале рисуем полоски с одного края. А после уже приклеиваем наверх первой части, под головой. Наклеиваем внахлёст. Лишнее отрезаем. Из темно-фиолетовой пластики катаем тонкий жгут и нарезаем его на мелкие кусочки. Скатываем их в шарики. И дотсом приклеиваем их на шарф. Делаем шапку из голубой глины. Формируем овал. Сплющиваем его и проделываем углубление внутри. Она должна получиться по форме лодочки. Края сплющиваем, делая их тонкими. Вклеиваем шапку на голову и сглаживаем все неровности. Делаем челку из пластики ванильного цвета. Просто катаем жгут и вклеиваем его под шапкой. И иголкой рисуем насечки. Имитируя так прядки волос. Пряди волос делаем из того же цвета. Формируем капельки и сплющиваем их. Вам понадобится 6 прядей разного размера. Сначала внизу на голову вклеиваем первую, самую длинную прядь. И слегка подкручиваем ее вверх. После наверх вклеиваем среднюю прядь и тоже подкручиваем ее вверх. И самую маленькую приклеиваем около челки, тоже подкручивая ее вверх. Иголкой придаем текстуру шапке. Делаем ушки из голубой глины, катаем шарик и сплющиваем его. Таким же способом делаем и маленький белый круг. Приклеиваем их друг на друга и разрезаем пополам. Вклеиваем ушки на шапку. И иголкой тоже придаем текстуру. Из темно-фиолетовой глины катаем жгут. И вклеиваем его на шапку над челкой. Вишни отрезаем. На этом этапе запекаем фигурку 10 минут при 110 градусах. Смешиваем черную и белую глину. И раскатываем серый цвет в тонкий пласт. Вклеиваю на него фигурку. Скальпелем вырезаю фигурку по контуру. Лишнее убираю. Сглаживаю все неровности и углы с тыльной стороны. Помогаю себе зубочисткой. Делайте так, чтобы с основной стороны серого цвета не было видно. По желанию можно нанести любую текстуру на тыльную часть фигурки. На этом этапе все запекаю 15 минут при 110 градусах. По размеру она у меня получилась 3,5 см. По желанию вы можете сделать из фигурки брошь, кулон или брелок. Я же добавила фурнитуру и сделала кулон. На этом этапе фигурка с чиби готова. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайк, если вам понравился урок. А я желаю вам успехов в творчестве и побольше вдохновения. До новых встреч!